Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Провели субботник в муниципальном приюте для бездомных животных. Работы по устранению наледи в результате прошедшего в Самаре ледяного дождя велись в круглосуточном режиме и продолжились утром в понедельник. За прошедшие сутки в Самаре выпало 17 мм осадков. В расчистке улиц задействовали 3369 уборщиков и более 180 единиц техники. На еженедельном совещании в мэрии глава Самары Елена Лапушкина по результатам утренних объездов внутригородских районов дала поручение профильным ведомствам вести работы по устранению последствий стихии, пока улицы областного центра не будут приведены в порядок полностью. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Последствия стихии, которая обрушилась на столицу региона в минувшие выходные, работники коммунального хозяйства устраняли в круглосуточном режиме. На расчистке Самарских улиц трудились 3369 уборщиков и более 180 единиц техники, уделяя особое внимание тротуарам, подходам и подъездам к объектам социальной сферы, детским садам, школам, больницам и поликлиникам. Только за субботу и воскресенье специалисты израсходовали 581 тонну противогололедных реагентов. К началу новой недели была обработана вся уличная дорожная сеть. На линии вышел весь общественный транспорт. Перебоев, интервалов, движений нет. Рабочее утро понедельника глава города Елена Лапушкина начала с объезда и проверки работы коммунальных служб в промышленном и Кировском районах, откуда поступало больше всего жалоб на состояние уличной дорожной сети и дворов. Выявленные замечания по обработке тротуаров и внутриквартальных дорог обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Безусловно, есть вопросы по оставшейся наледи. Необходимо брать шугу с дороги, необходимо дочистить тротуары. Есть вопросы к управляющим компаниям по очистке выходов из подъездов. Но, надеюсь, сегодня до морозов, конечно, управляющая компания справится с этой задачей. По информации городского департамента образования, школа сегодня функционирует в штатном режиме. В связи с погодными условиями родителям предложили самостоятельно принять решение – отправлять ребенка учиться или оставить дома. Пропуски занятий не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Также принято решение не изучать сегодня новый материал на уроках в связи с некоторым числом отсутствующих детей. По распоряжению главы города, подъезды и подходы к школам должны быть полностью расчищены от наледи. На особом контроле представители управляющих компаний за недобросовестную работу они будут наказаны. Механизм следующий. Направляем предостережение, вызываем на административную комиссию, штрафуем. Обсудили на совещании в мэрии подготовку города к Новому году. В столице региона монтируют праздничную иллюминацию, украшают объекты потребительского рынка. Для активного отдыха горожан будут залиты 128 ледовых катков. Ледовые площадки организуют на территориях образовательных учреждений, на площадях Куйбышева, Славы, в парках, скверах и набережной, а также на спортивных объектах и внутридомовых территориях. Наибольшее количество катков в этом году будет организовано в промышленном районе. Здесь их 27. 25 катков в Кировском, 16 в Красноглинском, 15 в Октябрьском. В железнодорожном Куйбышевском по 14, в Словетском 9, в Ленинском 7 и в Самарском районе традиционно у нас одна площадка. Но при этом это самый большой каток из представленных. Работа по заливке катков проводится в ночное время и ранним утром, чтобы минимизировать возможность присутствия людей и не создавать помех. Контроль за состоянием ледового покрытия осуществляется в ежедневном режиме городским департаментом физической культуры и спорта. В парках Победы 50-летия октября, Гагарина, Дружба, катки уже начали свою работу и ждут налет всех любителей активного отдыха. На всех ледовых площадках есть музыкальное сопровождение, установлены пункты проката, теплые раздевалки, точки общественного питания. Катки работают ежедневно с 10 до 22 часов с двумя техническими перерывами. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Развитие инфраструктуры и внимание к экологии города. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями, цель которых – презентация обновленной стратегии социально-экономического развития города до 2025 года. В этот раз встреча прошла в промышленном районе Самары. Подробнее – в следующем сюжете. Стратегия социально-экономического развития – один из важнейших документов для каждого города. В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей. К ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены. Стратегия оказалась успешной, но новые времена диктуют новые требования. За прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важных решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Все это должно было найти свое отображение в обновленной стратегии развития города, которую глава Самары Елена Лапушкина продолжает представлять горожанам. Предложение и инициативы глава города обсудила с жителями промышленного района. Уверена, что данная стратегия позволит нам все вместе развивать наш город дальше, чтобы исполнить все цели, нашу главную стратегическую цель. Жители вносили свои предложения на экологическую тему, в частности о сохранении озера в парке Молодежный и очистке Воронежских озер. Предлагали свои варианты новых культурных и спортивных объектов. Интересовались о строительстве дороги по улице 22-го портсъезда от Солнечной до Московского шоссе. Строительство этой дороги совершенно точно будет. Проект этот уже есть. Он прошел государственную экспертизу. И в следующем году мы планируем зайти уже на строительно-монтажные работы. Проект достаточно тяжелый, потому что на этом участке дорог лежит очень большое количество коммуникаций. Также жители представили свои идеи о преображении безымянки. Горожане уверены, что территория имеет огромный потенциал. Мы хотим подключить сюда бизнес, креативный кластер, молодежь, которые могли бы переосмыслить пространство безымянки. Обсуждали на встрече не только предложения, но и успехи инициатив жителей города. То с перспективы, что организовали жители домов недалеко от сквера «Дубовая роща», оказались среди лауреатов конкурса от Министерства финансов России. Они представили свой проект благоустройства этого сквера и заняли третье место, рассказав о своих идеях на всю страну. Популяризация проекта, популяризация гражданской инициативы, популяризация вообще в принципе нашей активности дает нам возможность участвовать в дальнейшем в аналогичных проектах и развивать эту территорию дальше. Приоритетные задачи новой редакции «Стратегия развития Самары до 2025 года» – повышение уровня и качества жизни населения, развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, физической культуры и спорта, повышение инвестиционной привлекательности, развитие креативных индустрий. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В России увеличили на 6,3% минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2023 года МРОД составит 16242 рубля в месяц. Соответствующий документ подписан президентом и опубликован на официальном портале правовой информации. В 2022 году минимальный размер оплаты труда составляет 13890 рублей в месяц. Увеличение составит 2352 рубля. Закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы 3,5 миллионов работников бюджетной сферы. Самарский метрополитен в этом году отмечает 35 лет со дня своего рождения. 25 декабря 1987 года был подписан акт Государственной комиссии о приеме в эксплуатацию первого участка в составе четырех станций. Сегодня Самарская подземка насчитывает 10 станций. Метрополитен стал пятым по счету заработавшим в России. Подробности у Светланы Тимофеевой. Екатерина Гусева устроилась на должность инженера незадолго до открытия первых четырех станций Самарского метрополитена. Немногим более 35 лет назад. Столько же в этом году исполнится и самому метрополитену. Самым запоминающимся событием за это время для женщины стал пробный пуск габаритной рамы, которая устраняла помехи для движения пассажирского поезда. Приурочен он был к 70-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в 1987 году. Мы вышли в ночь, проходила габаритная рама, было много строителей, и нас встречали практически как первый поезд. То есть электропоезд, да, но он был потом. А мы были первыми, и нас строители встречали, практически аплодировали, что вот он первый, хотя он был, конечно, хозяйственным. Акт Государственной комиссии о приеме в эксплуатацию первого участка Куйбышевского метрополитена был подписан 25 декабря 1987 года. Эта дата стала днем рождения Самарской подземки. Тогда в состав участка входили четыре станции – Юнгородок, Кировская, Безымянка, Победа. В этот же день на станцию Победы прибыл первый поезд с участниками строительства, где на перроне состоялся торжественный митинг и был вручен символический ключ первому начальнику Куйбышевского метрополитена Игорю Корнауху. А с 26 декабря началось регулярное пассажирское движение. Протяженность пути была 4,5 километра. За первые пять дней работы метрополитена было перевезено более 800 тысяч пассажиров. Чтобы нам сейчас перевезти, это надо более 10 дней в определенной степени работать. Сегодня Самарский метрополитен состоит из 10 станций. Общая протяженность пути составляет 11,6 километра. В 2022 году пассажиропоток возрос. Подземкой уже воспользовались 11 миллионов 255 тысяч пассажиров. Дирекция муниципального предприятия отмечает, что чуть меньше половины пассажиров пользуются льготами при оплате проезда. Несмотря на это, все перевозки выполняются. График движения поездов строго соблюдается. От станции Юнгородок до Алабинска электропоезд идет 22 минуты. Очень комфортно, очень удобно. Ждем не дождемся, когда дальше построят. Так что очень удобно. Всегда зашел, всегда сел. Это не автобус и не трамвай. Так что очень хорошо. Теперь на Волгу ездим, на пляж. Скоро жители и гости Самары смогут доехать на метро и в исторический центр города. В областной столице ударными темпами строится станция театральная. Все процессы, связанные с ее возведением, находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизировать временные неудобства для горожан. В дальнейшем они компенсируются многочисленными преимуществами. Когда завершится строительство первой ветки Самарского метро и будет введена в эксплуатацию театральная. Новые станции свяжут с центром удаленные районы города. Прежде всего – Безымянку и Юнгородок. Все-таки территории развиваются, Безымянки. Ведь принятие решения о строительстве станции театрально было связано с комплексным развитием территории Безымянки, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей, которые живут на Безымянке, в центральную часть города. И все те пассажиры, которые маршрут автобусный ходят, 34-й, 41-й, я считаю, что все они просто-напросто перейдут на метрополитен, потому что он станет более привлекательный, комфортабельный и намного быстрее можно будет добраться до центра города. Весь путь в подземке будет занимать порядка 25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Для этого Самарский метрополитен при необходимости планирует увеличить количество подвижного состава на линии. В парке «Электродепо Кировское» проходит постепенная подготовка. В настоящее время имеется 50 вагонов. Из них 4 – это закупленный новый состав, пришедший на службу в 2020 году. Кроме того, с 2019 года капитально отремонтировано 22 вагона. В том числе 5 вагонов прошли капремонт в этом году и обрели красивый волжский дизайн. Все это повышает не только комфорт пассажиров, но и безопасность перевозок. В преддверии празднования 35-летия Самарского метрополитена 16 декабря обновленные вагоны отправились на линию. В рейс их проводили первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин и начальник «Электродепо Кировское» Дмитрий Андреев. Всегда перед Новым годом люди ждут каких-то подарков. Но это один из подарков – это капитально отремонтированные вагоны метро. Возможность обновить парк обеспечила реализация государственной программы развития транспортной системы Самарской области. В следующем году предприятие планирует привести в порядок еще 10 вагонов, а в 2024 – 12. Таким образом, к открытию театральной почти весь подвижной состав будет обновленным. Для повышения безопасности и улучшения качества обслуживания выполнен большой объем и других ремонтных работ, закуплено сертифицированное оборудование. Это обеспечит новый уровень перевозок пассажиров, ради которых на Самарском метрополитене трудится более тысячи человек. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, «События». Услышать голос композитора и его самые известные мелодии. В историческом центре Самары появилась интерактивная доска, посвященная пианисту Родиону Щедрину. На днях маэстро отметил юбилей – 90 лет. Во время Великой Отечественной войны он жил в запасной столице, в Куйбышеве. Дом, где появилась интерактивная доска, увидела Ксения Баканова. Король современного оркестра. Знаменитый советский и российский композитор, пианист и педагог Родион Щедрин отметил свое 90-летие. Его имя тесно связано с Самарой, а именно с военным Куйбышевым. К юбилею метро в областной столице открыли интерактивную доску. Ее разместили на фасаде парадного подъезда дома номер 117 по улице Красноармейской, где в годы Великой Отечественной войны в эвакуации жил композитор. Он неоднократно бывал у нас здесь, как уже известный российский и советский композитор, участвовал в самых разных проектах и всегда с огромной теплотой и нежностью отзывался о нашем городе. Я хочу поздравить еще раз Родиону Константиновичу с днем рождения, пожелать ему здоровья, творчества, успехов. Все желающие теперь могут не только познакомиться с информацией о жизни и творчестве великого музыканта, но и послушать фрагменты его самых известных музыкальных произведений. Современные средства позволяют будоражную фантазию. И то, что у молодых людей появился интерес к имени Щедрина, это здорово, что они придумали такую форму именно на доме, где он жил. Семьей моего дяди, который был крупный энергетик, я был эвакуирован в октябре 1941 года в город Куйбышев тогда. Можно послушать о том, как он был в Самаре, какие-то его вспоминания, о том, как он слушал свою симфонию. Живая речь, не какое-то специальное записывание интервью, а, может, какое-то наговоренное голосовое сообщение, в котором он очень эмоционально и живо вспоминает о своей жизни. Работать интерактивный комплекс будет только в дневное время, чтобы не доставлять дискомфорта местным жителям. Ксения Баканова, Сергей Баскин, События. Большая забота о братьях меньших. В муниципальном приюте для бездомных животных в поселке Козелки прошел предновогодний открытый субботник. Неравнодушные жители города и волонтеры провели масштабную уборку и покормили питомцев. На субботнике побывала наша съемочная группа. Так многолюдно здесь бывает нечасто. Удивлены и сотрудники приюта, и питомцы. Они с интересом наблюдают за большой уборкой. С наступлением зимы хлопот в приюте прибавилось. Налити мусор под ногами затрудняют передвижение. Поэтому в первую очередь волонтеры вооружились лопатами, чтобы расчистить дорожки между вольерами. Наталья Илюхина с раннего утра уже на ногах, несмотря на непогоду. Животным помогает часто. Главное в этом деле – искренне любить и не бояться их, рассказывает женщина. Я знаю, что очень тяжелые будни у людей, целый день на улице. Я люблю животных, у меня у самой животные. Поэтому, ну, кто если не мы, получается. Сейчас пока будем убирать вот здесь вот за собачкой на улице, а дальше посмотрим определенную работу. В приюте помощникам всегда рады. Помимо уборки снега, нужно еще наколоть дрова, нарубить мясо, привезти песок для посыпки дорожек, убрать мусор и погулять с животными. В целом это сделано не только для того, чтобы люди нам помогли, а для того, чтобы люди увидели, какую ежедневную работу мы проводим здесь. Чтобы у них не было никаких иллюзий на тему того, что это легко и просто. Они попробовали вместе с нами обеспечить здесь животных и обустроить для них быт. Сейчас в приюте проживает порядка 700 собак, и каждой нужно уделить внимание. Поддержать братьев наших меньших можете и вы. Приюту постоянно нужны корма, крупы, ветошь и умелые руки. Ксения Баканова, Максим Гусев, События. Российское законодательство предусматривает штрафы за определенные нарушения в новогоднюю ночь в общественных местах. Во-первых, граждан могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков на 503 тысячи рублей и 1500 рублей соответственно. Во-вторых, нельзя запускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. За это нарушение грозит от 500 рублей штрафа до 5 лет лишения свободы в зависимости от последствий запуска. В-третьих, нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления о властей. Физические лица могут получить штраф 10-20 тысяч рублей, юридические лица до 100 тысяч рублей. Баскетболисты Самары продолжают борьбу за попадание в плей-офф единой лиги в своем первом сезоне. Волжане имели шанс укрепить свое положение в таблице, но упустили его, уступив Красноярскому Енисею. Волейболисты Новый не смогли переиграть Оренбургский нефтяник. А самарский пловец и фехтовальщик покорили турниры в Санкт-Петербурге. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Баскетболисты Самары уступили Красноярскому Енисею в выездном матче регулярного чемпионата единой лиги. Волжане с первых минут отпустили хозяев вперед, но до второй четверти держались на расстоянии двух-трех точных бросков. Ближе к перерыву красноярцы выдали сверхрезультативный отрезок и нарастили преимущество до 20 очков. После перерыва самарцы сократили отрыв до 5 очков, но хозяева вновь вернули двузначную разницу. В заключительные четверти волжане предприняли еще одну погоню, но сравнять счет не смогли. 65-72 – поражение Самары, команда на восьмом месте в турнирной таблице за 5 игр до конца регулярки. Волейболисты «Новы» в очередном матче Суперлиги встречались на выезде с соседями и по турнирной таблице, и по географическому признаку – Оренбургским нефтяникам. Все три партии, которые провели соперники, развивались приблизительно по одному сценарию. Новокубышевцы выходили вперед, но к концу сета упускали преимущество. 25-27, 24-26, 21-25 и 0-3 по сетам – поражение Новы. Хоккеисты ЦСКА ОВС на выезде одолели «Казанский Феникс» в рамках первенства ВХЛ. Встреча стала второй в рамках серии из четырех игр. В первой игре самарцы победили 4-1, а вот второй матч получился более напряженным. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, затем летчики дважды выходили вперед, но хозяева дважды отыгрывались. Матч затянулся до серии буллитов, в которой точнее оказались самарцы. 4-3 победы ЦСКА ОВС. В Санкт-Петербурге в центре водных видов спорта «Невская волна» проходит 16-й международный турнир по плаванию Кубок Владимира Сальникова. Спортсмен из Самарской области Александр Кудашев финишировал первым на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 1 минута 51,49 секунды. На втором и третьем месте пловцы из Пензенской области Александр Харланов и Егор Павлов. Там же в северной столице проходит международный турнир по фехтованию Рапира Санкт-Петербурга. В соревнованиях принимают участие спортсмены из четырех стран – России, Белоруссии, Сербии и Непала. В личном первенстве среди мужчин победителем стал представитель 63-го региона Кирилл Бородачев, обыграв в решающем поединке соперника из Башкирии Владислава Журавлева со счетом 15-10. Кирилл с первых минут захватил лидерство в финале и ни разу не позволил сопернику себя догнать, добившись уверенной победы. Турнир в Катаре стал первым в истории зимним чемпионатом мира по футболу, который прошел именно в ноябре-декабре. Хотя в прошлом Мундиаль шесть раз принимали у себя страны южного полушария, где традиционные для чемпионатов мира июнь и июль – тоже зимние месяцы. Аналитики Яндекса проанализировали погоду на разных чемпионатах и выявили, что Мундиаль в Катаре стал самым теплым чемпионатом 21 века. Средняя температура на играх составила 25 градусов, а самый жаркий из изученных матчей прошел в 2018 году в России. 28 июня в Волгограде на встрече Японии с Польшей температура превысила 34 градуса. Самым прохладным оказался Мундиаль 2010 года в Южной Африке. Средняя температура составила 14 градусов. На том же турнире состоялся самый холодный матч. 15 июня в Йоханнесбурге футболистам из Бразилии и КНДР пришлось играть при плюс 3 градусах. Лидером по доле безоблачных матчей стал чемпионат в Южной Африке. А наиболее дождливыми оказались игры в Японии и Южной Корее. Напомним, 18 декабря состоялся финал чемпионата мира по футболу в Катаре. Сборная Аргентины спустя 36 лет вернула себе титул победителя, обыграв триумфаторов прошлого Мундиаля сборную Франции. Первенство в Катаре вошло в тройку самых посещаемых в истории турнира. На матчах побывали почти 3,5 миллиона болельщиков. Следующий чемпионат мира по футболу пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнир примут три страны. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова сообщила в своем телеграм-канале о работе самарских школ в понедельник, 19 декабря. Все они функционируют в штатном режиме, но в связи с погодными условиями посещение детьми образовательных учреждений остается на усмотрении родителей. Если ребенок не пришел, то это не будет считаться пропуском по неуважительной причине. Новый материал изучаться не будет. В Самаре для некоторых категорий граждан действует услуга «Социальное такси». В рамках данной услуги осуществляется перевозка маломобильных граждан к социально значимым объектам общественного значения посредством специализированных легковых автомобилей. Оформить заявку можно по телефону 250-03-50, пишет Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. В преддверии новогодних праздников в Кировском районе продолжается благотворительная акция «Коробка новогоднего счастья». К акции присоединился заместитель главы района Вячеслав Роторс. Он положил в специальный бокс подарки, которые в дальнейшем будут переданы в больнице детям, находящимся на лечении в период праздников. Бокс для сбора подарков установлен в администрации района по адресу Самара, проспект Кирова, 157. В коробку можно положить новые игрушки в индивидуальной упаковке, констовары, книжки, конструкторы, пазлы, наборы для творчества и рисования. Принять участие могут все желающие. Ежегодно 19 декабря в России отмечается День снабженца. Всех причастных к празднику поздравляет в своем телеграм-канале администрация Красноглинского района и желает всегда и при любых обстоятельствах быть активными, положительно настроенными, знать все обо всем и где это все можно взять. Добра надежных партнеров, больших перспектив, замечательных планов и возможностей их осуществить. Стремитесь получать лучшее, будьте уверены в своих возможностях и пусть ваши дела идут только в гору, пишет телеграм-канал Красноглинского района. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, пользуются ли наши подписчики сервисами по доставке продуктов. Более 60% проголосовавших ответили, что не пользуются доставкой, а выбирают продукты в магазине. 19% опрошенных сообщили, что регулярно пользуются доставкой и 19% прибегают к ней в случае крайней необходимости. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова